Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Азда Рум, Елена Миченко в студии. В этом году исполняется ровно 6 лет со дня ареста высшего руководства партии Исламского возрождения Таджикистана. 17 сентября 23 члены высшего полицовета ПИФТ были арестованы, а через две недели политическая организация была запрещена и объявлена террористической. После разгрома оппозиции в стране практически была запрещена свобода слова. Начались репрессии в отношении гражданских активистов, адвокатов и журналистов. Из страны начался массовый отток интеллигенции, специалистов и обычных граждан, которые потеряли всякую надежду на будущее своей страны. Борьба ММЛ Рахмона с таджикской оппозицией в общем и партией Исламского возрождения, в частности, длится с первого дня его политической карьеры на посту руководителя Таджикистана. Активная вооруженная ее фаза в форме гражданской войны приходится в период с ноября 1992 по июнь 1997 годов. Многие исследователи современной истории Таджикистана считают, что приходы ММЛ Рахмона на должность председателя Верховного Совета Таджикистана привело к эскалации войны. В послевоенное время борьба перешла в политическую плоскость. ПИФТ был легализован и допущен до выборов, однако против исламской оппозиции ММЛ Рахмон выставил собственную народно-демократическую и множество искусственно созданных карманных партий. И, конечно же, весь государственный аппарат. Впрочем, и это не помогло. На фоне экономического кризиса 2008 года, усиления авторитаризма и превращения правительства в семейно-клановую группу, популярность ПИФТ резко возросла. Численность ее членов достигла 40 тысяч, а на парламентских выборах 2010 года, по свидетельствам наблюдателей, ПИФТ обошла по числу голосов все партии. Однако власти, как обычно, подделали итоги голосования. Спустя год после скандальных выборов в СМИ всплыл секретный документ Совета безопасности Таджикистана «Протокол 3220». В нем были изложены планы властей по ликвидации партии исламского возрождения. Хотя в правительстве отказались признавать существование этого документа, но вскоре все пункты, изложенные в протоколе, начали реализовываться. Вот ряд пунктов из протокола 3220. Дискредитация руководства ПИФТ в СМИ, составление полного списка членов ПИФТ, принятие мер по снижению числа членов и последователей партии исламского возрождения Таджикистана, взятие под контроль деятельности партии исламского возрождения Таджикистана и другие пункты. Через четыре года после принятия секретного протокола 3220, Верховный суд Таджикистана своим решением объявил партию исламского возрождения террористической, а ее деятельность запретил на территории республики. Формальным поводом стало выдвинутое Генеральной прокуратурой обвинение, в котором ведомство назвало партию организатором вооруженного мятежа, в осуществлении которого был обвинен заместитель министра обороны Абдухалим Назарзода. Власти Таджикистана заявляют, что высокопоставленный генерал Минобороны Абдухалим Назарзода вместе с тремя офицерами Генштаба якобы по указанию руководства ПИВД разработал план вооруженного захвата власти. С этой целью, как утверждают власти, Назарзода вместе с соратниками напал на силовые структуры в городе Душанбе и в районах Вахдад и Рудаки. Но благодаря ответным мерам властей мятежники были ликвидированы. По мнению юристов и правозащитников, во всей этой легенде у таджикистанских властей отсутствует доказательство причастности руководства и членов ПИВД. Из-за этого, по мнению юристов, судебный процесс членов высшего полицовета ПИВД прошел в режиме чрезвычайной секретности в здании СИЗО Госкомитета национальной безопасности. С момента запрета Исламской оппозиционной партии в Таджикистане к различным годам были приговорены не менее полутора сотен бывших членов ПИВД. Наиболее продолжительные сроки получили члены высшего полицовета партии. Первый заместитель Саиду Мархус Айни и заместитель председателя партии Мухаммад Али Хаид получили пожизненные сроки. Трое членов полицовета Абдукахори Давлад, Рахматулу Ираджаб и Киумидин Абазов были приговорены к 28 годам. Саттор Каримов, Зубайду Луи Розик, Мухаммада Алия Файзу Мохаммад и Вохид Хон Косиддинов получили по 26, 25, 23 и 20 лет соответственно. Еще троих членов партии. Журналист Ахикмату Лосайфа Лазада приговорили к 16. Махмад Шарифа Набиева и Абдусамада Гайратова к 14 годам лишения свободы. Стоит отметить, что при разгроме оппозиции правительства Мамали Рахмона помимо своих политических оппонентов жестоко и демонстративно наказали также группы независимых адвокатов, которые сразу после ареста членов ПИВД объявили о намерении создать комитет по защите членов Исламской партии. Например, известные адвокаты Бузургме Хрьоров и Нуриддин Махкамов были арестованы спустя 12 дней после ареста членов высшего полицовета ПИВД. В день задержания Бузургме Хрьоров заявил журналистам о том, что его подзащитный первый зампред ПИВД Сайду Мархусайни подвергался в СИЗО пыткам. Йорова и Махкамова власти Таджикистана обвинили в мошенничестве, подделке документов, возбуждении национальной, расовой, мяснической и религиозной вражды и приговорили к 28 и 21 годам лишения свободы соответственно. На сегодняшний день рабочая группа ООН по произвольным задержаниям по итогам расследования пришла к выводу, что власти Таджикистана нарушили свои международные обязательства в области прав человека, подвергнув преследованию членов ПИВД. Рабочая группа ООН призвала правительство ММЛ Рахмона немедленно освободить членов высшего полицовета Партии Исламского возрождения Таджикистана и их адвокатов. Правительство, в свою очередь, не признавая юридическое обязательство перед рабочей группой по произвольным задержаниям, отказалось выполнить рекомендации данной структуры ООН.